Смотрите в сегодняшнем выпуске. Еще одно дело о госизмене. Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство в отношении полковника украинской милиции. Реально ли энергоблокада Крыма? В Меджлисе настаивают, украинские власти должны проявить политическую волю. Крымские сказки. На полуострове снова обсуждают проект строительства подводного тоннеля через Керченский пролив. Хэллоуин или духовные скрепы. Оккупационные власти запрещают отмечать западный праздник в Крыму. Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство в отношении бывшего члена Национальной Академии правовых наук Украины, начальника Крымского юридического института Одесского госуниверситета внутренних дел полковника милиции, который помогал России оккупировать Крым. Имя фигуранта дела правоохранители не называют, но, как удалось установить по данным из открытых источников, речь идет о Вячеславе Коноплеве, руководившем Крымским юридическим институтом. В прокуратуре автономии утверждают, что полковник, о котором идет речь, после аннексии полуострова остался работать в Крыму и сотрудничает с оккупационными властями. Сейчас он занимает, это доктор наук, профессор, член корреспондента Академии правовых наук Украины, то есть до аннексии это была юридическая элита нации, один из. Действительно мы выявили такой факт, что было тем работником, членом корреспондента Академии правовых наук, было члено державную зраду, он перейшел на сторону оккупанта. После оккупации Крыма Вячеслав Коноплев остался работать в незаконно созданном так называемой властью Крыма, крымском филиале Краснодарского университета МВД России. Здесь он руководит одной из кафедр. Кроме того, Коноплев входит в состав научного совета по правотворчеству при оккупационном главе Крыма. Эти действия подпадают под часть первой статьи 111 Уголовного кодекса Украины «Государственная измена», утверждают в прокуратуре Крыма. Материалы уголовного производства направлены в Генпрокуратуру для определения подследственности. Отметим также, что Национальная академия правовых наук Украины не исключила Коноплева из своих рядов, а лишь перевела его в статус иностранных членов академии. То есть приравняла его к категории признанных международной научной общественностью ученых-юристов других стран и действительным членам-корреспондентам, которые выбыли на постоянное жительство за пределы Украины. Представители Меджлиса крымско-татарского народа продолжают настаивать на необходимости энергетической блокады Крыма. В то же время украинские чиновники пока не готовы пойти на такой шаг. Опасаются, что отключение энергоснабжения полуострова может спровоцировать ответные действия с российской стороны. Лидер крымских татар Мустафа Джемилев уверяет, крымчане, которые остаются верными Украине, готовы терпеть неудобства ради скорейшей деоккупации полуострова. Такой же готовности участники гражданской блокады Крыма ожидают и от жителей материковой Украины. Наши доводы, почему люди, проживающие в оккупированной территории, но сохраняющие верность в своей стране, готовы к этой блокаде, сами призывают, чтобы скорее это было проведено, они готовы терпеть какие-то лишения, а почему же северных, скажем, областях Украины должны там создавать какие-то проблемы, если там будет какое-то взаимопредумное электричество. Пока вопрос энергоблокады Крыма остается на уровне заявлений политиков и участников акции на админгранице с полуостровом. В Меджлисе отмечают, энергоблокада должна состояться, но не руками активистов, а решением украинских властей, которым пока не хватает для этого политической воли. В социальных сетях с юмором отреагировали на очередную крымскую сказку о транспортном соединении Крыма с российским материком. На днях в ряде крымских СМИ появилась информация о предстоящем скором строительстве подводного тоннеля через Керченский пролив, который должен соединить порты Крым и Кавказ. В этих сообщениях говорится, что тоннель проложат на глубине 100 метров от поверхности воды. Также впервые названа и фирма, готовая строить объект всего за два года. Это Иштехинвестстрой. Она также анонсирует начало работ уже в декабре. В Керчи якобы даже прошли публичные слушания по этому вопросу. В то же время оккупационные власти Крыма оказались не в курсе происходящего. Люди, которые приезжают, говорят, мы хотим построить игры, мы хотим, то есть давайте вместе строить. Начинаются слушания. Ну как только доходит до того, покажите мне инвестора, где он сидит, то есть готовый. Пока что предметной организации, учреждения, которые занимаются кредитованием или готовы вкладывать свои ресурсы в такой проект, я еще не видел. Представители фирмы, готовой строить тоннель, подсчитали, что его стоимость составит 122 миллиарда российских рублей. Однако уточнить, на каком основании она намерена начинать строительство, службе новостей волна не удалось. У Иштехинвестстроя даже нет своего сайта в интернете, а телефоны, которые удалось найти, не отвечают. Откуда вообще появилось сообщение о начале строительства, неизвестно. Ведь еще в прошлом году российские власти отказались от этого проекта. Изначально его лоббировали как альтернативный Керченскому мосту, как менее дешевый и более безопасный. Никто никогда не делал самого проекта и не знает, с какими последствиями конструкциями. Но на мой личный взгляд, это лично на мое мнение, мне кажется, что тоннель этот более эффективный. Однако в итоге российские чиновники пришли к выводу, что этот проект нерентабельный и остановились на строительстве Керченского моста. На этом и была поставлена точка. Теперь же тема вновь обсуждается в Крыму. И что немаловажно, крымчане верят в скорое появление тоннеля и его успех. Да, вот сегодня прям про него передавали. Ну, соединить, чтобы мы не были связаны с Украиной, чтобы мы были независимы. Там же надо было грунт проверить, возможно ли это. Или что, хоть говорили, я это слыхал по телевизору, что тоннель дешевле. Нам обязательно надо. Значит, ввиду того, что Украина перекрыла отсюда ехать, а как людям добираться? Значит, нам мост вот так нужен. Не вот так, а вот так. В целом, крымчане, с которыми общались журналисты службы новостей «Волна», идею строительства тоннеля в Керченском проливе поддерживают. В надежде, что он решит многочисленные проблемы, которые возникли на полуострове после его российской аннексии. И экономика больше будет, и жизнь людей улучшится. Я думаю, все будут рады, что будет легче с Россией общаться, что машин не будет стоять на переправе. Как видим, Вера Крымчан в светлое будущее с мостом и тоннелем через Керченский пролив сильна. Однако, рано или поздно ей придется разбиться о реальность, отсутствие инвесторов из-за опасений попасть под санкции и нереалистичность технической реализации этих проектов. Самопровозглашенный премьер Крыма Сергей Аксенов усматривает в известном западном празднике «Хэллоуин» опасность подрыва духовных скреп российского народа. Напомним, этот праздник широко отмечается на Западе и в отдельных странах Европы в ночь на 31 октября перед Днем Всех Святых. В то же время Сергей Аксенов публично протестует против участия крымчан в празднованиях. На своей странице в Фейсбуке он запретил оккупационному министерству образования проводить любые мероприятия по этому поводу. Это отвратительное маски-шоу противоречит духовным и культурным традициям народов России. С одной стороны, это безусловно коммерческий проект, а с другой – средство культурной колонизации, продвижение темной традиции «Хэллоуина» направлено на подрыв традиционных для нашей страны духовно-нравственных ценностей. В Крымском Минобразе тут же отрапортовали – праздника не будет, видимо, позабыв о том, что «Хэллоуин» в Крыму официально и тем более в учебных заведениях никогда и не праздновали. Мы глубоко уверены, мы граждане Российской Федерации прекрасно понимаем, что у нас есть свои традиции, есть свои праздники, которые можно широко, красиво отмечать как среди школьников, так и студентов. Понятно, что это коммерческий проект, понятно, что кому-то это надо, кто-то там зарабатывает деньги. Заявления Аксенова о запрете празднования «Хэллоуина» в Крыму дошли до Кремля. Пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову пришлось публично объясняться. Это не наш праздник, но, честно говоря, я бы не сказал, что этот вопрос обсуждается. Я не слышал о школах, где официально празднуется «Хэллоуин». Крымчане же охотно рассуждают на тему предстоящего праздника, как его противники, так и сторонники. Ну, это не наш праздник, честно, не наш. Я понимаю, что молодежь стремится к чему-то новому, что-то постигнуть, это же часть культуры. Это ворота немножко на другую сторону зла. Насколько я думаю, не нужно праздновать, потому что это не славянский праздник. Как бы у нас хватает своих праздников. Молодежь вообще, для чего это им надо? Просто, чтобы выпить. Немало в Крыму и сторонников западного праздника. Завтра 31-е? 31-е. Хэллоуин. Да, Хэллоуин. Слышал в том году, на этот праздник фанаты Таври разгоняли всех, я помню. Я против этого, конечно, но праздник из праздника можно праздновать. Веселый праздник. Все дурачатся, бегают, пугают друг друга. У нас дети в подъезде все время этим занимаются. Мы это приветствуем. Да, я считаю, что нужно. Это весело, костюмы. Интересно, я думаю. Одну, как минимум, тыкву большую вырежу, мордочку и свечку внутри поставлю. Это как все нам запрещает. Но, с одной стороны, у нас они и не сильно-то в ходу. Но я не сказала, что они сильно противоречат нашим традициям, мешают. По различным данным, Хэллоуину не менее двух тысяч лет. Праздник имеет свои устоявшиеся традиции и атрибуты. Он популярен среди молодых людей, жаждущих веселья. В Украине и в постсоветских странах он празднуется по желанию граждан. В Крыму же после российской аннексии оккупационные власти празднование запрещают. Продолжение следует...